Тверь посетил Андрей Кириленко, в недавнем прошлом звезда отечественного баскетбола, а сейчас руководитель Национальной Федерации по этому виду спорта. Одной из целей визита было общение с региональными властями, однако перед этим спортивный функционер пообщался со спортсменами, тренерами, болельщиками, а также с журналистами. Андрей Кириленко, пожалуй, самый титулованный отечественный баскетболист последних десятилетий. Чемпион Европы 2007 года он почти 15 лет провел в НБА, причем с 2001 по 2011 в составе одной команды Юты Джаз, где даже признавался лучшим игроком сезона. Однако в Тверь Кириленко приехал в первую очередь для того, чтобы обсудить перспективы развития этого вида спорта на региональном уровне. Не нужно думать, что для того, чтобы развивать баскетбол, нужны, чтобы какие-то были особые ресурсы большие. У нас очень много примеров разных регионов, в которых нет многого, но есть вертикаль. То, что я всегда говорю, что вертикаль от детского баскетбола до взрослого. И взрослый баскетбол может быть командой уровня Единой лиги ВТБ с огромным бюджетом, либо это может быть любительская команда. Как это можно сделать? Ответ на такие вопросы и давал Андрей Кириленко в ходе этой встречи, прошедшей в спортзале Технического университета на улице Конева. В частности, по его словам, Всероссийская Федерация неуполномочена повышать зарплату тренерам спортшкол, которые находятся в муниципальном или региональном видении. Однако, определенный объем финансирования субъекты все-таки получат. Две недели назад мы утвердили выделение более 100 миллионов рублей нашим региональным федерациям. То есть их 78 примерно там в ровном порядке, по критериям определенным, они распределятся в региональной федерации. Гаранты детским тренерам. Причем получат их только те тренеры, которые смогли воспитать игроков для профессиональных команд, для юношеских сборных. Что касается суммы в 100 миллионов, то их тоже не будут делить по принципу всем сестрам по серьгам. Субъекты будут получать эти средства, исходя из того, какие усилия приложили местные власти для развития баскетбола. И в первую очередь детского.